Тему урока. Анализ использования командных игр. Цель. Применять правила соревновательных деятельностей и правила судейства. А сейчас мы с вами проведем небольшую разборку. Исходное положение ноги в рост, руки к плечам. Круговые движения на раз, два, три, вперед, на раз, два, три, четыре, назад упражнение. Начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончим. Следующий упражнение. Исходное положение. Ноги в рост, правая рука в рост, левая в рост. Рыбки руками. Начинаем. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончим. Следующий упражнение. Исходное положение. Ноги в рост. Руки на пояс. Двойные повороты толща. Влево и вправо упражнение. Начинаем. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончим. Разминка окончена. На прошлом уроке вы познакомились с игрой «Подвижная цель». Давайте ответим на вопрос прошлого урока. Какие спортивные качества развивает данная игра? Да, вы правы. Данная игра помогает закрепить техники бросковых движений, развить ловкость, меткость, точность движения в игровой обстановке. Сегодня вы познакомитесь с новой игрой. Бдительный защитник. Расположение команд указано по схеме. Нападающая команда строится в две колонны. По сигналу преподавателя, первый игрок этой команды делает ложное движение, имитируя проход влево. Затем, изменив направление, бежит к счету с другой стороны. Защитник из другой команды плотно опекает его, не давая возможности получить мяч от второго игрока. Вся команда поочередно выполняет задания, после чего команды меняются ролями. Побеждает команда, перехватившая большее количество мячей. Подведем итог нашего урока. Сегодня на уроке вы познакомились с правилами командной игры «Бдительный защитник». А теперь попробуйте ответить на вопрос, какие спортивные качества развивает данная игра. Спасибо за урок. До свидания.